девчонки всем привет я тут кормлю анюточку параллельно решила немножечко пообщаться анюточка сейчас будет кушать биотворок тема с грушей очень нам понравилось да доченька нам понравилось очень сильно просто раз смотря очень хорошо это поеду сейчас на первую ложку распробовать чего это ей мама сегодня такой дает да еще мы мяско уже распробовали мяско и я мешаю с кабачком или цветной капусточкой и даю кабачок либо сама готовлю либо даю ей из баночки дети моя радость очень-очень нравится недорожок прошлый раз мы творог едем и так чисто как творог поели в плане того что она даже не плевалась но вообще ничего еще так чисто не ели даже практически не грязная была вот эта вот косыночка остальное же что мы не едим у нас всегда все устряпанное творожок прям на ура заходит до дочи вот поэтому теперь будем я прям активнее к творожок покупать потому что толк с фруктовых пюрешек не особо так чисто ради витаминов каких-то так они не питательные а здесь и кальций и полезные бифидобактерии и это более питательный продукт нежели пюре мне очень нравится на косы завтра я еду фарнаугу к своей сестре родной войске у нее тоже малыш но ему еще только второй месяц я хочу очень посмотреть на племянника ну и аниму и сестра моя тоже не видела потому что когда она родилась она уже была глубоко беременная а живет в другом городе барнауле поэтому все проблематично как бы к нам доехать ей было этим будем дорогу плохо переносила поэтому теперь целый год я не видела завтра наконец-то поеду и вот кстати очень удобный сервис бла бла кар я нашла попутчиков то есть я нашла машину на которой поеду водитель согласился взять меня с автокреслом и с ребенком и посадить меня по пути следования потому что мне неудобно с конечной остановки где они все собираются с пассажирами мне вот удобнее мы по пути просто подсадим и все но пока мне кажется это очень удобно мало того что билет стоит гораздо дешевле чем на любой вид транспорта ну вот для сравнения до билет на одного человека в поезд то есть одну полку взять в плацкарте 100 900 рублей ну мы как бы сами как раз вдвоем на этой полочке и бы уместились бы билет на автобус на что стоит около 700 рублей а ну там нужно платить еще за ребенка если ребенку нужно свое место то платишь полный билет если он тебя сидит на руках всю дорогу то бесплатно вот здесь на блаблакар что 450 рублей место от 300 рублей начиная смотря как повезет с каким водителем у нас до 450 рублей место нас согласился водитель взять и получается с двоих 900 рублей также но здесь мы садимся по пути следования то есть нам не нужно только полтора часа добираться не до вокзала не до автовокзала уже минус полтора часа дороги и на машине соответственно гораздо быстрее а мы доедем чем на поезде либо на автобусе на машине всегда проще маневрение и быстрее поэтому вот единственное конечно что не все водители согласились взять не с автокреслом с ребенком хотя я всем писал что ребенок спокойный плакать визжать не будет дорогу проспит уже потому что это испытано она хорошо дорогу тут фу у нас переносит поэтому вот завтра посмотрим что нам здесь день даст я уезжаю 12 часов дня и я в этот влог объединил в общем и барнаул вставлю и вот и этот вот тоже кусочек видео скажи всем привет мы барнауле что-то что за город барнаул ну-ка расскажи нам барнаул столица мира вот так говорят все местные жители почему-то каждого города нет только про барнаул такое слышала это вот какая-то местная фишка понимаешь барнаул столица мира самым менее загаженом смотри по осторожней с такими фразами зубов не напасешься тут у нас площадочку но вы построили возле сити-центра площадка это подарок администрации города да это подарок от администрации города получите местный 6 пишите распишитесь на не на площадка конечно классная прям сейчас представляю комар комар на лбу комар на лбу уйди отсюда пусть живет вы чего тоже жить хочет а что-то фонтан не работает сегодня короче классная площадка на самом деле я представляю как бы тут илюха сейчас побесился буду часа два бы его отсюда не даст не не достали бы барнауле опять набег на глорию джинс совершили опять полный пакет короче что мы взяли вот такие джинсики взяла это прям вот джинсики такие плотной ткань так стоит 129 рублей представляете 6 9 месяцев размерного не прям большие и вот такая маечка за 129 рублей 119 даже анечка тоже смотрит свои обновки вот такие лосины за сто сорок девять рублей вот такие вот размер тоже а размер 9 12 месяцев ну да они меньше не было они как бы и по-хорошему большеваты сейчас будут вот такого и взяли отдай вот такую маечку булочку взяли 6 9 месяцев сто девятнадцать рублей самое главное что качество всего этого хорошие не надо бумажки я знаю что ты с ними хочешь сделать на вот у тебя пчелка есть на пчелку играй на пчелку не надо чеки анечка анечка отдай маме чек доченька так потом купила и лосину такие тоже как увидела цену что они 129 рублей стоит за такие вот лосины просто хватило и всюду на пчелку 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 и и илюхи взяла шорты 24 года 199 рублей на илюшку нам скоро в сад шорт много не бывает мне алюха принципе одет поэтому нет анечка раздета и все они пока беру чем такая куча вышла на 600 рублей и и на а ну здесь не только наши в общем в районе восьмиста грубо говоря рублей все это обошлось я считаю что очень много вещей и очень бешево я просто не время глори довольна самое главное что качество хорошие все это ничего не делается вещам это все носится и носит например вот такая майка нам и вообще надолго хватит потому что здесь у нее очень широкие плечики и горловина в принципе нормальная помощью здесь на пуговички вот и одевать ее можно вообще вплоть наверно до полутора лет и вот эти дрочки тоже вот я вот сто процентов уверена что мы в них походим долго прям тем более то что джинсы их можно и на колготочки одевать и осенью и носить и весной вот в общем так набрали мы кучу вещей а аня балуется спаильником мы начали пить спаильничка пробуем по крайней мере да каждый как ты спаильника пьешь покажи ну покажи как аня себя поливает из спаильника до точенька доченька балдежник балдежница балдежница а приходила чужой шезлонг приходила чужой шезлонг да у меня сладусь чтобы я че типа понпим бим 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 звоночек верный бим 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 , пугович ты чего оная мать ты чё Как это называется, Саш, Бердское водохранилище? Это какой-то Бердский залив, да, речка в Бердске. А вот пробка начинается. Так, в Новосибирь туда заезжаем? Нет. Еще нет, еще не граница города? Нет. Да у нас тут непонятно, где граница города, где не граница города. Все так беспрерывно находится, что, считай, все Новосибирск. С Бердска уже начинается беспрерывно, граница Новосибирска. Ну пробки, конечно, в воскресенье вечером просто экшен. Всегда. В пятницу вечером в эту сторону, в воскресенье вечером в эту сторону. Но с дачи все возвращаются с отдыха. Кто на Алтай так же вот ездил? А где море? А где море? А где море? Поле будет сейчас слева, сынок. Ванечке соскучился? Ага. И по маме соскучился? Дружочек мой сладенький. Дружочек мой славненький. О, хороший дружок у меня. Ну опять этот блогер приехал. Кто? А, опять говорит, этот блогер приехал. Ха-ха. Да-да-да. Мужу в Макдональдсе шарик дали. Дали бесплатно? Да. Или за шарик? Не мужу. Ну это понятно, сынки. Ну что, бесплатно шары-то раздают? Бесплатно. Ну хоть и это задарма. Ну слава богу, он часовенка какая-то. Это не часовенка, даже какой-то мемориал. Интересный какой-то. Бердску. Бердску 1716 года. Основателем города Бердска. От благодарных потомков. Вот такие пироги.